коммерческие основы письменного перевода передаю слово я на этом курсе буду вести два блока коммерческие основы письменного перевода это такой краткий курсик из большого нашего теперь уже годичного курса перевод как бизнес но те вещи без которых вы не сможете сделать даже первые шаги и вы будете делать их ну так как делают все начинающие перечки очень долго больно и обидно иногда вы выбрали тему про специализацию я немножко сейчас начну наверное стола вставлю свои 5 копеек по поводу того что сейчас происходило говорить о специализации можно начинать только тогда когда у вас уже в общем то все хорошо собственно процессом перевода вот то что мы сейчас видели это явный симптом того что процесс перевода не выстроен от слова совсем сейчас это выглядит так вы открываете текст ну может быть вы его читаете но вы его читаете но в режиме просто читателя переводчик должен уметь то что называется ну либо переводческое чтение на либо редакторское по сути это один и тот же процесс который по-разному называется в разных профессиях это тот самый анализ который ну при долгой тренировки да и успешный доводится до автоматизма и вы уже ну просто это делаете не не задумываясь на этапе тренировки вы должны до волевым решение решением да заставлять себя читать этот текст правильно видеть вот эти все вещи которые вы сейчас упускаете когда просто тупо простите это слово под подставляете слова из словаря наверное процентов ну 80 в общем все что было выделено у вас сейчас желтым цветом лечится правильно выстроенным процессом перевода правильно выстроенным процессом чтения текста перед тем как вы садитесь его переводить вот пока вот это все вы не умеете говорить о специализации вообще не приходится какая специализация если вы просто не можете нормально по-русски сформулировать предложение какая специализация если вы в тексте про вещи которые вы как бы знаете да ну ну вы же все знаете где находятся и пути вы все знаете что такое куранты да вы все наверное ну не глотали виноградины но многие из вас либо жгли пепел и пытались его успеть проглотить пока они бьют либо по крайней мере видели как это делают другие люди если бы вы видели текст как единое целое если бы вы понимали как правильно выстроен процесс перевода вы писали вещи которые были бы ну логичнее да понятно что у всех разный опыт да у всех там свои какие-то активный словарный запас разный вы бы все делали это по-разному это были бы разные тексты но это были бы тексты логично связанные между собой да и цельные и какие-то структурированные пока что это набор не всегда удачно выбранных из словарях слов говорить о специализации можно начинать наверное тот момент когда вы можете с уверенностью сказать что у вас все хорошо собственно переводом у вас выстроен этот процесс да я на самом деле не очень хотелось чтобы вы выбрали эту тему не хотелось чтобы вы выбрали что нибудь попроще специализации можно было бы говорить уже после того как вы научились бы собственно переводу да чтению правильному и и выстраиванием этого самого процесса ну давайте попробуем вот так допустим вы все освоили азы профессии вы все научились правильно читать научились сомневаться в себе в правильных местах задавать себе правильные вопросы находить на них правильные ответы и вам надо хочется пора пришло время выходить куда-то на новый уровень повторяюсь еще раз десятый раз вы умеете переводить вы понимаете что нельзя знать понимать все в любой сфере одинаково да вы понимаете вы уже пробовали переводить и вы понимаете что анализ текста в сфере в которой вы не очень хорошо разбираетесь это всегда очень долго да то есть если мы сейчас говорим о мумиях например из диминова примера то все что нам нужно было чтобы разобраться ну это просто посмотреть может быть новости на эту тему но может быть посмотреть про вот эти вот период и убедиться как он пишется разобраться для себя то есть там поиска информации было на пять минут на самом деле если бы мы сейчас писали про какой-нибудь там вилочный погрузчик то надо понимать что вот этих темных слепых для нас пятен было бы гораздо больше да и скорее всего открыв любую там текст или словарь все что угодно мы бы там нашли еще больше непонятных мутных мест да и времени это занимало бы уже очень много понятно что это просто нецелесообразно экономически да если мы будем каждый раз браться за текст который мы не понимаем если мы будем всякий раз тратить часы времени на перевод одной страницы именно так будет если вы возьмете что-то что вообще вам непонятно и неизвестно то что мы будем зарабатывать для даже при хорошей ставке мы будем зарабатывать очень мало и очень трудно и необходимость специализации она в первую очередь для вас потому что ну либо вы делаете плохо потому что вы не понимаете про что вы переводится и то что мы сейчас видели это будут еще цветочки по сравнению с тем что вы можете написать на тему в которой не разбираетесь вот совсем никак даже если вам дадут прям самый узко специализированный глоссарий даже если это будет клиентский глоссарий вы там наляпаете таких ошибок что любой маломальски разбирающийся человек будет их видеть и ужасаться отсюда да логично что вам ну не будут платить за такие переводы будут платить ну либо совсем мало на те клиенты которым по большому счету все равно так тоже к сожалению бывает да и это такая часть рынка я называю адом вам туда не надо вы хотите нормально работать вы как все нормальные люди хотите и зарабатывать и реализоваться в профессии и получить какое-то признание уважение вот это вот все без нормальной специализации без отраслевой экспертизы до какой-то узкой вы этого сделать не сможете кто не согласен можете сказать вообще жизни когда это бывает так вы приходите на рынок вы начинаете хаотично рассылать резюме до кому-то предлагать свои услуги да у вас там не написано ничего внятного потому что у вас конечно же нет никакой специализации на самом начале может быть есть какие-то ваши предпочтения вы их иногда указываете иногда нет и в какой-то момент вы находите человека который готов отдать вам заказ просто так если долго мучиться всегда что-нибудь получать в любом случае вы переводите один текст вы справляетесь или нет да если справляетесь вам присылают второй заказ на эту же тему со временем у вас отрастает такая типа специализация на самом деле она отнуть больше формальны да конечно долго переводя что-то там одно и то же вы начинаете чуть лучше понимать про что вы пишете у кого есть вот такая самозародившаяся специализация кого нет никакой пока что как вы вообще и и и до обрели кому повезло каждому самостоятельно выбрать и на ней остановиться кто-то может быть пришел из какой-то своей сферы и уже знал про что хочет переводить может да вы не перечки по образованию пришли из какой-нибудь утрасы никакой что такое вообще специализация да очень часто да и мы это видим прекрасно по запросам которые приходят регулярно прямо очень регулярно в я переводчик специализация людям кажется что это ну просто умение выбирать правильные слова да ну вот в тот процесс который мы сейчас видели на примере тестовых переводов это укладывается да у нас есть специальный словарь специально для этой темы на днях у нас просили банковскую терминологию применительно к банковским услугам для малого и среднего бизнеса знаете ну вот да как человек который работает с бизнесом и финансом я понимаю уже заранее что такой переводчик воспользовавшись таким ну естественно не существующим совершенно глоссария может написать ничего хорошего есть специфика бизнеса есть до банковские услуги они ну как-то совсем не ничем не отличаются от услуг для крупного бизнеса например да и да и впрочем для физических лиц и нужно просто в принципе понимать да как устроены все эти процессы внутри взять правильный словарь и перевести что-то шансы ну то что минимальных нет вообще отсюда один из главных и важных компонентов специализации это отраслевая компетенция так называемая это ваше знание и понимание процессов которые в той или иной сфере протекают вы должны понимать да вообще вот эту саму потребность малого среднего бизнеса например в переводе вы должны понимать как работают банки с этими людьми вы должны понимать какие банковские инструменты в принципе существуют да если вы вот этого всего не понимаете если там может кто-то есть кто у нас был на мастер-классе по терминологии если за этим словом для вас не стоит понятие то вы не сможете пользоваться этим словом никакой глоссаре никакая инструкция не поможет если бы это в принципе было возможно то нас бы давно очень успешно заменили машины как мы видим в некоторых случаях они это уже исправляются лучше чем мы если вы хотите да иметь возможность конкурировать с гуглом то рассчитывать на то что вы что-то с помощью словаря сможете сделать да очень странно потому что уж каких только словарей нету угла у него есть огромный массив данных которые на самом деле да в отличие от нас вряд ли вы найдете когда-нибудь узкоспециализированный настолько узкоспециализированный глоссарий а вот у гугла есть огромный массив данных в котором он статистически может позволить себе выбрать терминологию которая употреблялась именно вот в этой похожей ситуации если мы верим что это работает так то мы никогда не сможем составить конкуренцию google и так первый компонент это наша отраслевая компетенция естественно до полное понимание чего что и как происходит в этой сфере если мы говорим про те же там погрузчики должны понимать из чего он устроен как и с чем взаимодействует там как каждый компонент даже что это за запчасти зачем они но какое-то хотя бы общее представление иметь должны второй это да ну да та самая терминология но это не просто пустые ячейки слова это слова за которыми для вас есть понятное понятие понятие которое взаимодействует с другими понятиями в этой сфере да вы понимаете эту терминологию вы умеете ей пользоваться но не просто у вас есть там две колоночки русский-английский русский-испанский вы туда подставляете меняете одно на другое и вуаля у нас получился классный перевод и третий это отраслевая традиция или да там дискурс это да то что ну наверное на на уровне бывателя называется медицинским языком юридическим например языком да вы же все видите да потом вы приходите к врачу все были у врача я думаю и вы видите и понимаете что врачи в массе своей разговаривают не совсем так как нормальные люди да всех бесит это часто что ты приходишь тебе вроде что-то объяснили но ты ничего не понял да потому что ну люди привыкли к своему дискурсу то есть есть врачи конечно которые объясняют нормальным человеческим языком подстраиваясь под ваш язык но если вы идете переводить для для врачей или вы идете переводить для инженеров то это ваша задача подстроиться под их язык и говорить так как они привыкли общаться есть язык бюрократический да есть язык технической документации вы тоже это должны были отмечать что все например инструкции к бытовой технике к той же тоже мало кто наверное их не брал никогда в жизни в руки они все написаны похоже если мы начнем читать например инструкцию к чайнику и увидим там пожалуйста возьмите вашу руку вилку и и воткните ее в розетку мы сразу догадаемся что человек который это писал очевидно никогда не читал инструкции на русском языке очевидно не очень-то умеет перевод и просто поменял слова местами мы же это заметим поймем или не поймем или например несколько лет пара лет назад был такой в сми скандал а нашему лаврову министр иностранных дел на хамил такой да наши смеи писали что нахамил американский сенатор да это долго обсуждалось кто-то перевел дословно да то что ему сказали проблема была в том да и некоторые наши такие большие переводчики писали про то что это не это не хамство это не объявление войны да это не какая-то там вот прям экстренная ситуация это различие в дискурсах наша дипломатия наш политический дискурс они максимально тактичные они максимально иносказательны дипломатичны да и как раз вот наш лавров мастер этого дела нахамить так чтобы никто не подкопался в америке все выглядит иначе да и вы это тоже видели по фильмам может быть если следите за новостями да начинается вот это в каждую предвыборную кампанию полоскание белья всякого дебаты с мордобоем вытаскивание каких-то там сомнительных фактов биограссии и бери вот это вот все у нас это не не принято и отсюда да такое резкое достаточно высказывание на самом деле но которая в их политическом дискурсе совершенно нормально при прямом переводе на русский язык выглядит практически объявлением войны неприкрытым ханством да отсутствием всякой дипломатии это именно тот момент который да не учел переводчик сознательно или не сознательно да специально это делается нет мы не можем оценивать но то что вот при переводе не был учтен не была учтена разница вот это в дискурсах это было очевидно ну для кого то кто понимает как это все устроено из чего складывается специализация еще раз да пока вы верите что можно взять подходящий словарь или глоссарий у вас специализации нет вот олеся да что вы понимаете в оборудовании для строительства разобрались ли вы в теме как вам это сложно или легко удалось например да сколько времени у вас ушло именно на то чтобы понять вообще как устроено это все либо ну просто это был словарь и выбор наугад каких-то подходящих как вам кажется в контексту слов все ли понимают что без специализации жизнь нельзя хорошо давайте тогда теперь поговорим о том как ее выбирать выбор наш должен опираться на вот три таких важных толпа наверное все таки для меня по крайней мере главный это страсти ваши ваши интересы ваша какая-то там реальная заинтересованность в том чем вы будете заниматься просто представьте себе что в ближайшие там 30 40 50 сколько лет вы там планируете еще оставаться активным до профессионально активным и работать насколько лет еще на в ближайшие годы подниму пенсионный возраст насколько еще увеличатся продолжительной жизни но это не вопрос нескольких лет даже не вопрос десятка лет большую часть времени большую как минимум восемь это те которые вы будете работать наверное фактически да а еще остальное время когда вам нужно будет во что-то вникать что-то там изучать что-то читать для того чтобы оставаться в процессах для того чтобы не выпадать из дискурса вы должны будете постоянно что-то в той сфере в которой вы работаете слушать читайте смотреть и вот наверное но большая часть вашей жизни минус те часы когда вы спите и занимаетесь чем-то совсем отвлеченным от работы вы будете думать писать говорить слушать читать об этом предмете если это что-то что вам неинтересно если это что-то что вам никак вообще не влияет не касается вашей жизни представьте себе насколько ужасно для вас это будет ужасной тяготой и и ужасно неприятной обязанностью понятно что чем больше вы будете вникать тем легче вам это все будет даваться вы уже не станете тратить там таких большого количества сил и времени на это но тем не менее просыпаться утром в хорошем настроении предвкушаю что сейчас вы что-то там новенькое узнаете что-то интересное найдете в рабочей почте и вы вряд ли станете скорее все просто не станете а чтобы так просыпаться нужно иметь интерес нужно ну наверное даже не просто не интерес а страсть к тому что вы делаете второй вопрос да это наверное ну ваши таланты или там склонности к чему-то я например не знаю насколько страстно но люблю право может быть какая-то там склонность к контролю и упорядочению какая-то которая есть в моем характере делает для меня право юридичку любую но чем-то достаточно интересным да там создает иллюзию того что мир можно контролировать например да и и всех людей тоже но какой-то там фильтр в моем голове моей не дает мне научиться читать юридические документы ну не какое-то у меня преимущественно образное мышление на доминирующий тип мышления когда я читаю я просто вижу себе картинки видеть что-то за вот этими нечеловеческими конструкциями юридических документов с нечеловеческими по длине фразами да с нагромождениями родительных падежей ну такой стандартный официальный деловой стиль затрудняет просмотр картинок очень сильно да мне трудно тяжело и не очень удобно читать такие документы а мне нужно прилагать дополнительные усилия чтобы перестроиться в режим чтения такого вербально-логического сообразного и это ну достаточно делает для меня чтение таких вещей затруднительным и неудобным понятно что в таком режиме перенапряжение я не могу очень долго доработать ну то есть даже те же восемь часов для меня будут очень тяжелой задачей поэтому там любовь любовью но наверное надо признать что право это не для меня еще если я перевожу документ и там скажем 14 страниц и я должна держать в голове вот это все но это вообще просто лично для меня это не значит что нет людей которые будут с легкостью с этим справляться да таких людей знаю ты прекрасные юридические переводчики то есть страсти страстями но мои склонности и отсутствие таланта в этом месте нельзя не учитывать я не могу там насиловать себя бесконечно это все равно будет сказываться на качестве потому что я буду утомляться быстрее да поэтому мы просто оставляем право юридичку въедливым внимательным людям с вербально логическим типом мышления доминирующим и ищем что еще можно было бы нет чем бы я еще могла заняться да в списке моих интересов есть еще например психология и маркетинг они в чем-то переплетаются потому что маркетинг и реклама они вообще во многом строятся на психологии да мы все знаем что есть такая наука как психология рекламы и наши рекламщики например ее во всю эксплуатируют она даже где-то связана может быть и с физиологией скажем когда нам хочется сладкого это сигнал что наш организм очень сильно устал что нам надо как бы немножко всегда разгрузить да и мы при этом у нас не всегда есть возможность да мы можем захотеть шоколадку на работе кто хочет шоколадку когда сильно долго работает да и если вы сейчас вспомните любую рекламу любой сладости то вы вспомните что она построена именно на вот этом нюансе не тормозись не кирсми есть перерыв есть киткат что-то там весь мир подождет помните видите кто хочет сладкого когда устает коллеги как-нибудь реагируете я воспитаюсь чуть-чуть вовлечь в процесс чтоб вы не засыпали так вот все вот эти вещи мне интересны да может быть где-нибудь скрытая страсть к управлению миром что-то такое но мне все это всегда было интересно я всегда старалась что-нибудь новенькое в этой сфере узнать я в общем то нашла себя в переводе книжек по психологии но тут есть такая досадная необходимость считаться состоянием рынка перевода книжек ну и вообще книжек издательского бизнеса реалии таковы что денег там нет я при всем желании при всей своей страсти к переводу книжек про психологию вынуждена делать это редко долго потому что в остальное время я должна зарабатывать деньги и невозможно там ну скажем последняя книга переводилась шесть месяцев и получила я за нее около семидесяти тысяч да то есть если поделить это что-то там чуть больше десяти тысяч в месяц понятно что я не могу жить одна сама себя обеспечивая на эти деньги да и тогда либо я должна переводить быстро и плохо что опять же ну противоречит моим не даст мне того удовлетворения которое я бы получала занимаясь чем-то любимым либо я вынуждена что ну не жить не есть не спать не платить за квартиру и вот что-то такое вариант такой тоже не подходит да если мы все-таки найдем где можно применить мою страсть к психологии и управлению миром при этом зарубить заработать какие-то деньги то это окажется маркетинг и реклама за маркетинг платят за рекламу платят хорошо там где это действительно важно да там где от качества текста например многое зависит в части влияния на потребителя при этом это про мои страсти при этом здесь наоборот максимально полезно мое образное мышление да и вот эта точка где все сошлось у меня есть тоже самоотрошая на самом деле вторая специализация она такая запасная она тоже денежная да это бизнес и финансы ну так получилось что меня когда-то практически силой забрали в одной из компаний большой четверки я проработала с ними потом с еще такой же одной компании несколько лет так или иначе я разбираюсь в бизнесе теперь очень хорошо я не могу сказать что мне это очень сильно нравится ну например в той части за которую я сейчас берусь да это оптимизация процессов какие-то вещи в части управления эффективного да там бережливое производство ну по сути это то чем я занимаюсь на курсе перевод как бизнес вот эта часть мне интересна я могу себе позволить не брать весь бизнес и все финансы да например про банки я не хочу переводить не буду да и в целом вот у меня есть две специализации которые так или иначе сходятся в этой нужной мне точке и я могу зарабатывать деньги получать удовольствие и реализовывать свои там какие-то способности свои склонности того да я так или иначе могу сказать с уверенностью что я получаю удовольствие от своей работы да что это те вещи которыми я хочу и могу заниматься в общем то да вот в этой части у меня все хорошо все ли согласны давайте да если кто-то сомневается попробуем прикинуть что будет если убрать одну из составляющих например вы занимаетесь тем что хотите это ваше любимое дело вы действительно заинтересованы при этом у вас есть склонности да но вам мало платят ну давайте возьмем ту же психологию если бы я бросила рекламу и бросила финансы и ушла бы в психологию в издательство чтобы зарабатывать более-менее нормальные деньги я должна была бы отказаться от качественного отдыха при этом да понимание того что я зарабатываю очень мало постоянно бы меня держало в тревоге и в конце концов ну максимум наверное через полгода вряд ли дольше я бы абсолютно истощилась эмоционально следом физически и в конце концов при всей любви и склонности я бы начала лажать потому что ну организм не железный и невозможно в таком безресурсном состоянии да заставить его работать нравится там вам это или нет ваш мозг ваш организм не будет работать на износ бесконечно очень быстро ваши силы иссякнут можно например получать деньги за то что вы умеете делать но при этом не любить свою работу и это наверное вариант ну такого подавляющего большинства людей у которых сама по себе отращивается это специализация со временем вы да без вот этого желания и страсти вы начнете саботировать вы будете прокрастинировать вы будете откладывать на потом вы не будете всю свою жизнь стремиться к повышению квалификации вы не будете пытаться да и рваться развиваться в этой сфере потому что вам не интересно а все что не прогрессирует но к сожалению стагнирует а потом начинает деградировать мир будет меняться отрасль будет меняться вы будете искать любую любую возможность и любой повод не бежать за этими переменами и в конце концов вы с рынка выпадете а третий вариант у нас например если что мы уже убрали таланты остались то есть мы радостно с большим удовольствием и за хорошие деньги каждый день улажаем мы не умеем да ну взялась бы я за ее видичку я бы неизбежно сбивалась уже часу на втором наверное да ну при этом мне бы почему-то платили но наверное мои заказчики разбирались бы в этом еще хуже чем я и как бы ну может быть вполне ничего но на самом деле признание самореализации да уважение какое-то профессиональное со стороны коллег вот это вот все это очень важная часть пирамиды потребностей человека и понимая что вы как бы ну делаете не так как могли бы и хотелось бы все равно так и иначе опять же приведет вас к тому же саботаж прокрастинации нежелание ходить на работу вставать утром и что-то там делать согласны вы со мной да ну если я думаю со своими склонностями и талантами и любовью вы можете как-то более-менее разобраться давайте немножко посмотрим как изучить проанализировать да и понять именно финансовую составляющую возьмем ту часть маркетинга которой я занимаюсь она самая такая может с виду безобидная да и не требующая никаких дополнительных знаний и умений это тексты для людей это тексты в основном даже для девочек да я перевожу там всякие гусики для цума и иже и больших брендовых магазинов например казалось бы кто должен платить сильно профессионального переводчику да с четырехзначными ставками деньги за то что переведет абсолютно любой человек кому кажется что переводить про платье легко если это платье стоит например восемьдесят четыре тысячи по распродаже что можно вообще написать про платье такого чтобы это повлияло на желание или нежелание да наверное в этот момент стоило бы задуматься что мне нужно освоить какую-нибудь специализацию посложнее может быть рекламировать те же вилочные погрузчики или что-нибудь еще да но если пойти все-таки статистику да ну просто в google посмотреть что вообще происходит в мире ну скажем продажей да дистанционной части продажей таких вот дорогих бесполезных вещей во-первых можно обнаружить что за последние десять лет количество русскоговорящих пользователей в интернете выросло на больше чем три тысячи процентов ну то есть нет даже это не десять с 2002 по семнадцать у нас сейчас статистика за семнадцать лет да интернетизация страны идет просто огромными темпами сейчас мы где-то в первой пятерке если уже не тройке по всему миру да практически вся россия сидит в интернете больше там темпы роста только у варапов ну потому что там изначально да был не совсем равномерный уровень да от совсем диких каких-то народов до сильно продвивок таких скажем цивилизованных дальше мы идем и смотрим что происходит с этими нашими русскоязычными гражданами вообще и чего они делают в интернете и находим экспертные мнения которые говорят о том что россия входит в пятерку по потенциалу роста электронной торговли дистанционной да это значит что это значит что россияне активно что-то покупают в интернете если там дальше посмотреть то можно узнать что они покупают в интернете ну как раз все то что я умею рекламировать да какие-то туристические поездки бронируют гостиницы покупают вещи в интернет магазинах в том числе да и это не только магазины уровня алиэкспресс наверное да все таки большей части пока что это так но все же это не только они это и асс да которые международные это и h&m и это еще большое количество таких монобрендовых дорогих на самом деле магазин если немножко подключить логическое мышление да то мы можем с большой долей уверенности предполагать что раз русскоязычные пользователи вышли со своими деньгами в интернете что-то там активно покупают значит люди компании которые работают на международный рынок и что-то продают не только в рамках своей страны будут вынуждены переводить все на русский язык потому что но в ближайшие годы мы точно не доживем до того времени когда нам начнут внедрять какую-нибудь в мозг чип который будет нам это все самостоятельно переводить мы можем пойти и проверить на прочность эту гипотезу просто посмотрев например на том же LinkedIn вакансии и запросы там на переводчиков можно обнаружить например что Farfetch это большой ну да это такой электронный ЦУМ например да там очень дорогие вещи рваные увязанные фуфайки за 180 тысяч там же сервисы типа Airbnb сервисы типа BlaBlaCar Booking очень давно переводится да вот все то что мы себе на предполагали на самом деле активно лучше ищет переводчиков на русский язык да я им всем отправляла предложение с кем-то я сейчас работаю с кем-то у нас там по времени не очень удобно да я не готова работать полный день на кого-то вообще в принципе кто бы это ни был поэтому да спрос есть спрос продиктован именно тем что происходит в мире проверить его можно вот таким образом да вы выбираете свою сферу вы прогнозируете да как это должно выглядеть с точки зрения бизнеса на которой вы работаете и смотрите что там происходит например если вы там не знаю чем устаревшим можно интересоваться да там ну какими-нибудь радио приемниками да именно вот в том их старом воплощении да так надо понимать что что-то вам придется либо быстро нагонять прогресс и интересоваться тем что сейчас происходит в передаче сигналов дистанционных да и в этом специализироваться либо вы ну вряд ли найдете своего клиента да или там нравится вам устройство дисковых телефонов изучать например вы хотите про это переводить уже вряд ли да нужно переходить на какие-то новые стандарты связи или на новые сами девайсы если вы про это понимаете о чем речь а если просто так теоретически прикинуть посмотрите о чем сейчас говорят на всяких выставках да на каких-то конференциях на технологических какие-нибудь вопросы экологии да возобновляемые источники энергии всякие роботы да но все что касается айти интернета да интернета вещей там новых протоколов связи да вот все что сейчас развивается бурно и активно в ближайшие годы будет вопросом бизнеса да актуальным для бизнеса вопросом и они будут за это платить особенно если это развивается где-то а мы пока немножко отстаем это гарантия того что объем перевода будет всегда есть всегда вечные темы типа медицины права тех же финансов и бизнеса да маркетинг менеджмент это никуда никогда не денется ну не доживем мы с вами наверное до того времени когда бизнес и деньги отменят да и все все просто начнут гулять среди диких животных радостные счастливые это будет всегда да если вас что-то интересует узкое значит смотрите что происходит с этой сферой если она развивается если она на подъеме значит она есть если она вообще-то забывается да уже отжила свое ну как бы туда вкладывать силы точно смысла не имеет но не имеет смысла с точки зрения вот да это вот этой финансовой денежной составляющей нашего выбора кому-то стало понятнее как выбирать кто-то может быть нашел уже сейчас примерно представляет чего хочет и понимает как и стал проверить чтобы выбрать немножко к лирике чуть-чуть дальше пойти да у японцев есть такое понятие как икигай но это примерно по нашему смысл жизни да он состоит вообще из тех же ровно компонентов по которым мы выбираем специализацию плюс там есть четвертый кружочек это потребность людей и мира в том что вы делаете да или этого это такая миссия да у вашей деятельности мне кажется перевод сам по себе это всегда миссия поскольку мы никогда не переводим просто так мы переводим всегда для того кому это нужно да поэтому если вы выбрали себе правильную специализацию то этот четвертый компонент потребности он у вас присутствует всегда сам по себе вы выбрали себе такую профессию и при верной специализации да при при трезво выбранной специализации можете считать что вам полный икигай будет обеспечен поэтому наверное на самом деле очень важно все таки выбирать ее трезво и осознанно как освоить да мы еще раз вспоминаем что из чего она состоит вариантов в принципе много вы можете пойти получить второе высшее образование но если здесь есть люди которые первое свое образование получали раньше ну если это было переводческое да может быть у вас она уже есть и вам нужны просто к вашему образованию дополнительные переводческие навыки да здесь другой немножко путь ну берем да такую классическую картину когда у нас переводчик с лингвистическим образованием и ему нужна какая-то специализация это может быть такой путь наверное чуть меньше ответственности с вашей стороны да потому что ваша задача будет только учить то что вам дали и вовремя там за учебным планом успевать но если вы давно оканчивали я на этом все таки не посоветую потому что это немножко будет тяжело если особенно вы уже поработали вы будете понимать сколько бессмысленного и беспощадного в нашей системе высшего образования вам будет трудновато если вы еще учитесь либо вот только только оканчиваете или окончили свой вуз то можно сделать это параллельно если у нас на это естественно хватает силы и прочих ресурсов дальше у нас бывают курсы да разные длительности и углубленности с курсами такая есть опасность первое что придет в голову это пойти на курс ну собственно перевода до отраслевого но оцените сами да вообще реальность освоение специализации если вспомнить компоненты из которых она состоит за там скажем сколько 10 12 15 сколько у нас обычно в таких курсах занятий как вам кажется насколько реально вникнуть в специфику полностью да начать понимать разбираться в процессах да или в устройстве вещей о которых мы переводим освоить терминологию и понять да и вникнуть в этот дискурс за там переведя скажем 10 текстов обычно именно так выглядят курсы по переводу поэтому если мы говорим о курсах мы имеем в виду скажем да для начала вообще идеальные курсы типа вот это эти всякие open edu курсера и же с ними в которых всегда есть основы чего-то да fundamental basic soft там что-нибудь такое второй их прекрасный параметр да это то что они есть на разных языках то есть и испанцы себе что-то найдут и немцы наши будущие и англичане уж тем более вы приходите на эти курсы вам там самого начала из нуля начинают объяснять вот это самое устройство вещей и при этом да вы во-первых а осваиваете терминологию и б так или иначе знакомиться с дискурсом да там будут статьи там будут какие-то рекомендации по поводу того чтобы почитать поглубже да и вот так постепенно долго и нудно это не волшебная таблетка да из десяти занятий когда вам пообещали что вы сейчас пройдете и станете крутыми специалистами вот такими отраслевыми но надо немножко все таки трезво смотреть на вещи никаких волшебных таблеток в мире нет вы естественно узнаете что-то новое на этом курсе но вам дадут иллюзию что вы специалист не специалистом вы точно не станете так это не работает к сожалению да иначе люди бы осваивали любую профессию таким образом да и в мире было все прекрасно по факту мы пока что видим некомпетентных людей с высшим образованием в любой сфере кто-нибудь хочет со мной поспорить на эту тему для начала да вот именно для того чтобы просто познакомиться может быть даже лучше определиться насколько вам это интересно вообще идеальный вариант это вот эти всякие курсы есть курсы да типа повышение квалификации профессиональной переподготовки но это наши официальные да они обычно при вузах ну это бывает не только бывают при компаниях где-то при заводах да это когда там пятьсот чем-то часов но это какой-нибудь там полностью даже тысяча с чем-то еще бывает часов это прям ну такой полноценный учебный год может быть иногда реже полгода но это включает вашу самостоятельную подготовку когда у вас там есть учебный план он грамотный он выстроенный да и вы ваша задача оценить насколько этот план позволит вам вот нужные три компонента освоить если вы видите что да все включено не просто хаотичный набор предметов часть из которых не имеет отношения к этой именно сфере но там может быть продиктована законом да какая-нибудь общеобразовательная часть так может быть не надо если вы видите что это все те вещи которых вам не хватает для того чтобы выстроить три нужных компонента это напомню отраслевая лексическая дискуссивная компетентность значит это хороший курс есть вариант с наставничеством да вы находите человека который вам объясняет на может быть на примере ваших ошибок в переводах что вы делаете не так и объясняет весь тот бэкграунд который стоит за вашей ошибкой и непонимание которого к ней привели да это может быть наставник который просто там приставлен к вам в компании куда вы пришли работать то может быть наставник которого вы сами выбрали попросили его взять под плечо это позже будет наставнический проект про translation да ведь который специально для этого и создан все что угодно да но над вами стоит большой взрослый человек который все это понимает и он вам объясняет понимая именно в одну специфику ваших конкретного вашего незнания ваш конкретный уровень и понимая что именно вам не хватает чтобы начать успешно работать практика в поле хороший вариант да когда вы скажем не знаю выбрали себе какую-нибудь автомобиль в специализацию и пошли работать помощником автомеханика и он вам на пальцах да с помощью какой-то там матери объяснит как это все устроено потом вы где-то ну вряд ли у вас там будет все хорошо с терминологией да потому что там свой специфичный дискурс то же самое в строительстве например поработав на стройке вы может быть освоите дискурс устный строительный но не письменный да ну и самый сложный и вообще опасный на самом деле даже путь да это самообразование ну и хорошо если есть редактор нужно понимать что редактор может выполнять роль наставника в этой системе нужно понимать что без контроля и грамотной обратной связи у вас есть большой риск поверить в то что вы все уже достаточно знаете уже все освоили да и вот это проблема именно вот этих краткосрочных переводческих курсов отраслевых когда вам сказали все окей вы можете идти на рынок и его кажется что вы все что нужно уже знаете самообразованием проблема всегда в том что не 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 всегда вы можете трезво оценить свой реальный текущий уровень и я вам еще немножко расскажу да о том как строить работу специализированного переводчика еще раз напомню не устану напоминать что говорить о специализации мы можем только тогда когда вы научились переводить вообще в принципе когда мы знаем как строится процесс перевода когда мы не допускаем вот этих нелепых ошибок которые мы сейчас видели в переводах да а надо понимать что большая часть непрежности она именно туда и растет что весь неправильный выбор слов это тоже следствие невыстроенного процесса если у вас все выстроено грамотно вы не допускаете уже большей части ошибок да с пунктуацией с орфографией конечно это не работает это та физподготовка которая у вас должна быть на старте опасное такое заблуждение и отчасти оно наверное корнями уходит и в нашу систему образования да и в нашу теорию перевода если не вникать в нее глубоко и в то как построены процессы в переводческих компаниях есть иллюзия что существует такой некий технический перевод не юридический перевод или может быть даже медицинский перевод у меня мама врач например да и одно время у меня начала случайно отрастать медицинская в самом начале специализации которые по кто-то там очень сознательно отказывалась так вот если мне что-то было непонятно и приходила и говорил объясни мне вот это она горела но я же не онколог я могу там в общих чертах понимать как это но тут нужно вот вот там вот там вот там посмотреть и и точно убедиться если бы я пошла с этим же вопросом условно я переводчик которого тогда не было еще наверное мне бы тут же накидали миллион вариантов да это такая смелость невежество когда ты знаешь историчка совсем мало да один пиксель но на на огромной картине всего медицинского знания и все что ты видишь вокруг этого пикселя да такие маленькие границы не поздно но в общем то тебе кажется этот пиксель огромным знанием так вот в абсолютно любой сфере да если мы говорим о нефтегазе то мы должны понимать что там есть разведка и добыча которая про там ну разведка про геологию всякие вопросы географические да про состав всего от почвы до еще чего угодно добыча это уже наверное где-то техника всякие бурильные установки и процессы которые в этом всем участвуют да это очень разные вещи человека который знал бы все ну наверное ну потому что они есть но но их очень мало да если посмотреть кого учат в институте нефти и газе газ газа то мы увидим что это разные специалисты которые вот этим всем процессом учатся по пять лет и никто из них не скажет что я одинаково хорошо разбираюсь везде да там же еще есть сбыт там же еще есть дистрибуция которая уже наверное больше про маркетинг и вообще в целом бизнес но переводчиков которые заявляют что я вообще идеален в нефти и газе я в медицинский переводчик приносите ко мне все от онкологии до офтальмологии и фармакологии их море как вам кажется насколько на самом деле этим людям можно доверить все особенно если мы говорим про это действительно важные критически важные вещи и насколько велики шансы что эти люди не допустят ошибок насколько велики шансы что этих людей действительно есть то та самая компетенция да и в отрасли и в понимании да всего как там все что внутри устроена и лексическая компетенция может быть до части может люди чуть больше чуть вернее угадают с большей долей вероятности угадает какой термин подставить чем те кто привык работать с нефтегазом но говорить об осознанности и реальном наличии отраслевой какой-то компетенции здесь к сожалению не приходится поэтому да отсюда два вывода один хороший один плохой вы никогда не станете специалистом в какой-то отрасли прямо идеально чтобы стать даже в узкой какой-то своей нише специалистом надо очень много времени но есть еще хорошая новость что не все тексты требуют одинакового понимания темы и на этапе пока вы развиваетесь профессии и какой-то отдельной теме да ваша задача просто начать понимать на каком уровне вы можете работать и на каком нет и не садиться не в свои сани потому что для вас это и с точки зрения бизнеса очень такая стратегия опасная да рискованная вы возьметесь за то в чем вы не сможете разобраться естественно да это будет иметь последствия для вашей репутации для ваших отношений с клиентом да вплоть до потери этого клиента если вы не только делаете беретесь за то в чем вы разбираетесь то вы как бы ну стабильно обеспечиваете качество которого от вас ждут и все хорошо и благополучно складывается уровень 1 это то что по комиссаров да если знаете это работа что называется рабочий перевод это тот уровень когда вы можете да там ну почти на пальцах что-то даже пытаться объяснять вас поймут ну применительно к обычной жизни вы приходите к врачу объясняете где что и как у вас болит а врач достаточно компетентен чтобы вас понять и поставить вам правильный диагноз да ну может быть он задаст вам какие-то наводящие вопросы здесь надо понимать да что это как бы сейчас может кого-то возмутит это такое как бы очень плохой перевод да но это огромная огромный пласт тех переводов которые требуются на рынках на рынке это большая часть тех переводов которые присылают вам бюро переводов вы можете немножко запутаться в терминах вы можете даже где-то чуть-чуть допустить ошибку да немножко не критично вас все равно поймут ну никто конечно не восхититься но в целом это вы папа и ваш перевод позволит достиг коммуникативной цели да цели ради которой этот текст писался и в общем то все прокатит вот на этом уровне да можно писать вообще имея это общее представление ну понятно что если это не какой-нибудь там новый суртрака или еще чего-нибудь да там что требует какой-то четкости точности это либо когда специалисты пишут для специалистов да это вот как автомеханики между собой не используя ни одного термина смогут договориться объяснить что там происходит с машиной да либо когда люди пытаются что-то объяснить специалистам пользователь техподдержки например это будет не идеально но это будет работать второй уровень это специалисты для отрасли и это уже требует хорошего понимания всего да вы должны действительно владеть темы в которой начинаете что-то писать должны на сто процентов понимать что собирался сказать автор вы не можете путаться в терминологии вы не можете вводить в заблуждение читателя это будет фиаско если в таких текстах ошибаться то они становятся сразу непригодными к использованию да если текст не пригоден к использованию почему кто-то должен за него заплатить а по этим текстам могут учиться люди например да если это будут какие-нибудь статьи научные может быть учебники может инструкции что-то такое если вы в них допускаете ошибки это уже как бы не про перевод третий уровень это когда специалисты да или отрасль пишет что-то для людей здесь есть такая не четкая граница это может быть что-то очень простое да а может быть что-то очень сложное объясненные простыми словами в любом случае разбираться вы должны уже не на 100 на 146 наверное процентов потому что там где ваша задача была выбрать терминологию придерживаться ее на протяжении всего текста здесь ваша задача сложная объяснять простыми словами простым людям да не просто подставлять слова которые обеим сторонам известны но каким-то образом на уровне понятия уже оперировать да и что-то носить не разбираясь на сто процентов том о чем вы говорите и естественно сделать это не сможете понятно если да вы переводим ту же книжку психологию например да которая писалась с опорой на какие-то сложные теории да нужно все-таки понимать почему автор приводит те или иные примеры почему автор использует ту или иную метафору например пока вы это не понимаете у вас все шансы выбрать не тот подход к переводу и уровень бог это отраслевой маркетинг это та часть которая да у всех идет по умолчанию если у меня есть специализация в медицине значит я сейчас буду продавать вам какое-нибудь высокотехнологичное медицинское оборудование если у меня специализация в нестигазе значит сейчас мы вам продадим бурильные установки на самом деле человеку не особо огонь получается и в нефтегазе раз он не понимает разницы и совершенно не понимают что такое маркетинг маркетинг это надстройка над специализация вы по-прежнему умеете переводить у вас есть отраслевая специализация и плюс у вас еще есть дополнительная специализация которая позволяет вам да видеть из чего устроен как устроен маркетинговый текст знать все что стоит за рекламой да знать понимать целевую аудиторию этого текста и то как она принимает решения да и уметь это все выразить в тексте чаще всего да люди которые легко и им принуждено берутся за отраслевой маркетинг не умеют вообще ничего именно поэтому им кажется что все легко собственно все что я вам хотела сегодня рассказать на эту тему я вам покажу вам спасибо 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 Продолжение следует...